RT – сеть особенная. Говорят они больше, чем смотрят. Ни в Штатах, ни в Британии. По популярности бывшая Russia Today даже не приближается к местным новостным каналам. Но с передовиц это название не сходит. То США называют RT-Америкой иностранным агентом, то британские политики признаются, что получали деньги за эфиры на RT-UK. Последний скандал вокруг нового ток-шоу. Добро пожаловать на первый выпуск шоу Алекса Салмонда. Алекс Салмонд – известный политик из Шотландии, много лет занимавший там должность премьер-министра. И хоть сейчас он лицо неофициальное, но бывшим коллегам его появление на RT не понравилось. Приемница Салмонда Никола Стерджен впервые публично раскритиковала его действия. Осудили новое ток-шоу и в британских СМИ. Думаете, вам позволят свободно критиковать политику России? Вы обратили внимание на то, что говорит Russia Today? Там, например, говорили, что 11 сентября устроили свои, что химатака в Сирии – постановка BBC, что MH17 будто бы сбили украинцы. И вы теперь часть всего этого. Зарплату вам платят русские. Зачем им это? Ответ ведущего один на всех. Программу делает моя компания, а RT всего лишь предоставляет эфир. Новое шоу RT-UK заметили и за пределами Британских островов. Благодаря гостю для первого эфира позвали на интервью беглого каталонского президента Карлеса Пучдимона. Учитывая, что ведущий Алекс Салман сам сепаратист, сторонник независимой Шотландии, беседа получилась по душам. Вы начали карьеру с журналистики, а потом ушли в политику. А вы из политика стали журналистом. Когда вы поняли, что Каталония должна стать независимой? Я вырос во времена диктатуры франка. Мой родной язык, каталонский, был запрещен. Региональные каталонские СМИ растащили интервью на цитаты. Испанские же полны возмущения. Один сепаратист дает интервью другому на телеканале, оплаченном Кремлем. Удивительный шаг посреди скандала о возможном вмешательстве Москвы в каталонский кризис. Российские власти могли использовать Арти для распространения фейков. В общем, промо-компания нового ток-шоу удалась на славу. Безо всяких дополнительных трат Арти получила тысячу упоминаний в прессе.